Анатолий Эдуардович, здравствуйте! Сегодня мы находимся в, пожалуй, не побоюсь этого слова, одном из уникальнейших инновационных мест на площадке вашего Юскай-центра, который находится на территории научно-исследовательского технологического парка в Шарджи. Полгода назад здесь прошла презентация первого этапа реализации проекта «Нового городского транспорта», где вы показали высокопоставленным гостям, международным СМИ, не только комплекс в тропическом исполнении, но и основную необходимую для него инфраструктуру. Мероприятие, конечно, вызвало большой интерес у общественности. Тогда же вы анонсировали дальнейшие этапы строительства комплекса. Как сейчас обстоят дела и что сделано за это время? Как продвигаются работы? Конечно, мы не останавливаемся в своей работе ни на минуту и продолжаем реализацию проекта инновационного городского транспорта «Нового типа», «Нового поколения» в Шарджи. Но вы правильно отметили, что около года назад мы начали опытную эксплуатацию тестовой трассы номер один, в станции этой трассы мы находимся, с гибким рельсо-струйным путепроводом длиной около 500 метров. Ну, здесь три пролета, 100 метров, 200 метров, 100 метров, еще где-то по 50 метров ненапряженные участки, поэтому общая длина трассы где-то 500 метров. Необходимо отметить, что наш комплекс включает в себя не только, собственно, грузовой и пассажирский подвижной состав «Нового инновационного типа», как обычно это понимают. Транспорт – это значит подвижной состав. Нет. Сюда входит и вся необходимая инновационная инфраструктура второго уровня. Это станция технического обслуживания подвижного состава, это пассажирская станция, это рельсо-струнно-путевая структура, система ядроснабжения и связей, инженерные сети и другие элементы. За это время нам удалось, именно в полевых условиях, вот на этой жаре, основываясь на реальных факторах, провести испытания и оптно-промышленную оптимизацию всех основных процессов, элементов, узлов, тех процессов, отработать правила эксплуатации системы автоматического управления, решить вопросы технического обслуживания станций. У нас есть еще рельсо-струнная стакада, есть система автоматического управления, инженерные сети, их очень много, благоустройство, ну и другие структурные элементы. Следующим важным этапом стала сертификация транспортно-инфраструктурного комплекса «Юскай» в тропическом дизайне. Но имеется в виду дизайн – это не просто картинки, это техническое решение, это промышленное решение, со всеми основными конструктивными элементами в соответствии с международными стандартами в Объединенных Арабских Эмиратах, которые мы успешно прошли в 2021 году. Ну а стандарты, требования в Эмиратах, они соответствуют мировым, это естественно. Все эти предшествующие работы позволят нам определить оптимальное транспортно-инфраструктурное решение. В настоящее время на территории центра «Юскай» строятся еще две тестовые линии. Вот я на первой пассажирской станции нахожусь. Она небольшая, потому что это тестовая станция, и здесь маленький пассажиропоток. Кстати, вот сертификация ответствия, где показана сертификация нашего комплекса, именно как комплекса, где, вон видите, сколько составляющих и технологии, и узлы, элементы, и станции, и опоры. Все это вошло в комплекс и в сертификацию. Ну, сейчас мы поедем на «Юникале» в тропическом исполнении. Мы его сделали в исполнении, потому что первым пассажиром планировался шейх, его высочество, который руководит шажол. А фактически мы переработали городской шестиместный «Юникар» в обычном исполнении на четырехместный в тропическом. Все, мы внутри тропическом «Юникара». Как я сказал, он уже четверыхместный. Два кресла сделаны и два еще сидения для сопровождающих лиц. Поэтому здесь усилено кондиционирование и усилена батарея. Накопитель энергии, потому что на охлаждение, на кондиционирование надо трасса больше энергии, чем на движение. Вот мы сейчас разгоняемся. В 18-й метр, в 20-й метр, в 25-й метр. Здесь скорость небольшая, потому что трасса короткая. Тем более, она с седлами. Седлась проектирована на скорость 60 км в час. Поэтому мы проходим на меньше скоросте. И когда городские трассы будут, то и станции близко, то все равно скорость более высокая не будет. И для городских линий, где станции находятся близко друг к другу, то трасса идеальна, потому что она очень дешевая. Здесь путевая структура, но весит всего лишь, если взять двухпутную трассу, 50 кг на погонюме. Это взять же дорожный рельс, с него можно построить, допустим, Р-65. Такой же длины нашу струнную дорогу, провисающую от типа. Поэтому это действительно уникальная система. И когда сертифицировали тоже, сертифицирующий орган удивлялся тем параметрам, который мы достигли. И по эффективности, и по ресурсоемкости у нас минимальный расход материалов. По надежности, по возговечности, по воздействию всего диапазона температуры. Здесь какие-то тропики, и на солнце конструкция может нагреваться до 70-80 градусов. И вот то, что мы уже около года эксплуатируем фактически, потому что это должна даже не тестовая эксплуатация, а, можно сказать, коммерческая. Только не берем там запринеты, гильдя, а вообще-то достаточно много людей катаем, показываем. Кто ездит, допустим, на канатных дорогах, ну, это небо и земля, между тем, что у нас, и на канатных дорогах. Там неустойчиво, там же канат, он колеблется. Ветер сразу тоже начинает колебаться. Скорость там вообще, даже если там 25 в час, это достаточно-достатая скорость. Вообще предельно для канатных дорог 40. Если взять рынок городских перевозок, то вот это решение, которое мы сейчас уже эксплуатируем около года, которое сертифицировано, это идеальное решение. Ну, здесь еще одна машина стоит, это грузовая для перевозки контейнеров. Тут вообще уникальный случай был. Мы-то планировали трассу под пассажирские перевозки, при этом, естественно, уникар имеет определенный вес, определенную массу, и именно на эту массу рассчитана путевая структура. Ну, у нее есть запасы прочности, трехкратные, даже пятикратные. И поэтому, когда, ну, уникар весит где-то 4 тонны. И когда встал вопрос, а как посмотреть грузовую, трассу грузовое решение, то я решил сделать тогда наш контейнер небольшого размера. То есть это, может быть, наш стандарт, в который, кстати, ну, все, что войдет для перевозки. Вот этот размер, это же больше, чем чемодан, в котором мы там путешествуем, допустим. Или багажник автомобиля, где мы тоже перевозим всякие вещи. И поэтому мы сделали небольшой вот контейнер, грузоподобностью до пяти тонн. И уже демонстрируем две машины. Он тоже в тропическом исполнении, пассажирское и грузовое решение. При этом мы асплуатируем их одновременно на линии. То есть линия показывает, что у нее достаточно большой запас прочности, потому что нагрузка на нее сейчас у нас фактически увеличилась больше, чем в два раза. Но она асплуатируется в нормальном штатном режиме. И себестоимость перевозок грузовых у нас очень низкая. Это где-то в пределах доллара за 100 тонн на километр. Или цент за тонн на километр. То есть мы можем тонну груза перевести на 100 километров за доллар. Поэтому рынок тоже грузовых перевозок для нашей системы, US-Kai, он огромен. Это все страны мира, это вся планета. Управление здесь фактически старт, остановка, движение все осуществляется в автоматическом режиме. И вот у нас тут оператор находится, который эти команды выполняет. Ну, принимает решение, когда начинают движение, когда останавливаются. То есть здесь идет фактически не управление, а контроль за управлением, потому что управляет все автоматическая система управления, которую мы спроектировали. Причем мы спроектировали в логике управлять комплексом, а не одной машиной. Потому что на трассе, может быть, сотни тысячи, а на сети дороги миллионы машин, которые будут двигаться с разной скоростью, находиться в разных местах. Какие-то из них будут на станции, какие-то будут в пути. Там же будут и грузовые перевозки. И вот это вот все должно обслуживаться, естественно, в диспетчерских пунктах, где люди должны контролировать, операторы, как это все функционирует, но все будет работать в автоматическом режиме. И только в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств, какие-то ЧП и так далее, человек включается и принимает решение, чтобы этого избежать. И это тоже наша большая заслуга, потому что мы, наверное, впервые разработали автоматическое системо управления для комплекса. А до этого обычно есть система управления машин, допустим, вот, электромобиль-тест. Там и то, она еще не доверит до конца. Система управления управляет только одной машиной. Он не управляет соседними машинами, не следующей машиной, не управляет там гаражами, заправками. Дорогой, перекрестками, переездами и так далее, что происходит у нас. И достаточно решения простые. Видите, диспетска тоже у нас небольшая, но она может обслуживать весь комплекс, все комплексы, которые мы здесь строим в ШЖ. Все трассы, все станции, все машины. Расскажите подробнее о других объектах, находящихся на этапе строительства. Если взять линию 2, она вот здесь вот идет, то завершен монтаж 46 промежуточных опор, они арочного типа, и строительные работы на первой анкерной опоре. Заложен фундамент и нижний уровень, бетонный стен на второй анкерной опоре. Ведутся иные строительные и инженерные работы. Окончание этих работ запланировано на осень 2022 года. Если взять линию 4, то мы стоим вот фактически под ней. Здесь также завершен монтаж 8 промежуточных опор, они видны. Строительные работы, инженерные сети на обеих анкерных опорах, вот на это и дальние. Началась подготовка к монтажу струнно-рельсовой путевой структуры. Мы видим здесь леса, потому что здесь монтаж будет идти и над дорогой асфальтной, и поэтому, естественно, мы должны монтировать так, чтобы не мешать движению. Завершаются монтажные работы первого этапа. Это сборка анкерных узлов на анкерных опорах. Ведутся подготовительные работы по подключению источника питания. И окончание всех работ мы также запланировали на осень 2022 года. Ну и к тому же мы планируем в этом году, уже в конце года, ввести эту линию в эксплуатацию. И одновременно с этим на нашем производстве в Минске, в Белоруссии, разработана и изготовлена новая модель городской пассажирской модели. Это ЮПОТ. Это машина вместимостью 25 пассажиров. Она именно будет здесь эксплуатироваться на этой линии, которая будет развивать скорость до 150 км в час. И линия позволит развить такую скорость. И таким образом, в целом, можно сказать, что все работы, которые мы планировали, движутся по графику, несмотря на все трудности и проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться сейчас, ввиду особой геополитической ситуации в мире. Вы рассказали о новой модели городского транспорта, над которой работала Ваша белорусская команда. Какие еще работы ведутся сейчас в Вашем головном офисе в Минске? В Минске, в первую очередь, сейчас идет активная работа в рамках коммерческих проектов, находящихся на разной стадии реализации. Их много. И необходимо при этом учитывать, что цирк проекта всегда занимает определенное время, иногда годы. Мы готовим первичное коммерческое предложение. Затем, в случае подтверждения интереса заказчика, выходим на технико-экономическое основание и только потом приступаем к проектным работам. Это достаточно продолжительный этап. Порой от первого знакомства с клиентом на контракт, она проектирована, проходит несколько лет. Поэтому параллельно в работе находятся десятки направлений с различным прогрессом. И в качестве примера могу привести на первое наше соглашение с Министерством транспорта Дубая. Мы заключили с РТА соглашение больше двух лет назад. А партнерцы сотрудничают о том, что им нужны наши струнные дороги. И вы знаете, вот до сих пор они даже еще не объявили тендер. Настолько длительно подготовка идет к этому. Потому что нам нельзя отдавать проект, надо, чтобы был конкурс. И вначале, это еще до тендера, там было где-то около 30 претендентов с разных стран мира. И РТА наняли экспертов, чтобы они оценили эти технологии. И те поехали по всему миру, посмотрели, что есть, что предлагается. И сейчас осталось только пять предложений. И могу отметить, что мы в числе лидеров. Потому что наше решение, оно самое оптимальное для Дубая. Ну, все покажет конкурс, который, я надеюсь, в этом году будет объявлен. Так видите, даже вот до тендера три года. Кроме коммерческих проектов и связанных с ними деятельностью в Минске и в Экотехнопарке, мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий. Так, например, разработаны и совершенствуются. Принципиально новый концепт высокоскоростного транспортного средства, отличающийся от Uniflash и происходящего по всем основным характеристикам, в том числе по коэффициенту радиоэнергетического сопротивления. Мы динамику улучшили, и поэтому нужен менее мощный двигатель, чтобы получить расчетную скорость. И мы улучшили комфорт внутри. И вот в вариантах высокоскоростного транспортного средства для поездок на дальнее расстояние, там мы уже поставим санузел, там будет туалет, умывальник. И произведена унификация в части составности из двух одинаковых модулей, когда мы одинаковые модули составляем, уже в мини-поезд. Проработана возможность установки еще между ними дополнительной секции, дополнительного модуля. И тогда эта фактически машина превращается уже в такой небольшой поезд, вместимостью 25-30-40 пассажиров. Мы разрабатываем новые образцы подвижного состава, потенциал которого по всем системам соответствует требованиям, которые предъявляются в острымарных ситуациях. Разработка выполнена с полным соблюдением мировых стандартов по качеству разработки, в том числе с использованием опыта таких стран, как США и ряда европейских стран, естественно, России и Беларуси. Также ведутся работы по модернизации ходовой части подвижного состава. По строительству седьмой линии в Экотехнопарке протяженностью около 800 метров. Ну, это в Марьиной горке. Она фактически продублирует линию, которую мы вот... Из-за нее я давал интервью. Это четвертая линия. Поэтому там фактически дубль. Только для северных условий здесь тропическим исполнителем. И в продолжении научно-исследовательской темы. Недавно прозвучала новость, что Юницкий Стринг Технологиз получила статус научной организации от Национальной Академии Наук Беларуси. Поздравляю вас с этим событием. Спасибо. Полученный статус – это подтверждение компетентности и значимости научной деятельности нашей главной инженерной компании Юницкий Стринг Технологиз. К нему мы шли очень долго и планомерно. Это и годы кропотливого труда, и активная научная деятельность компании, и учет в работе многочисленных нюансов законодательства. Все это стало возможно благодаря идеям нежнедневной кропотливой работы и профессионализму сотрудников нашей организации, где, ну, тут даже, можно сказать, группы компаний, которые я создал, где около тысячи инженеров работают. К слову, Юницкий Стринг Технологизм стала девятой частной компанией в Беларуси, ну, за всю историю Беларуси, это не так уж. То есть их немного таких организаций, которые имеют вот такой почетный статус. Сегодня у нас работает один с кандидатом наук. Пять сотрудников имеют ученого звания доцента. Более десяти работников занимаются преподавательской деятельностью в различных вузах Беларуси. Только за последние пять лет сотрудниками компании выполнено более сорока научных работ. Вот уже второй год подряд одно из приоритетных направлений для ЮСТей это выполнение НИОК с государственной регистрацией. На 2021 году зарегистрировано пять таких работ. То есть это не каждый научно-исследовательский институт имеет такого количества НИОК, две из которых завершены в основном порядке. По трём продолжаются реализации. При содействии к компании проведены три международные научно-технические конференции. Сотрудники опубликованы более ста научных статей и пять книжных изданий имеют в виду научных монографий. В ноябре 2020 года агрегитован собственный испытательный центр, в котором полным ходом сейчас испытания. В 2021 году утверждена концепция развития научно-инновационной деятельности до 2025 года. Уже состоялись пять заседаний научно-технического совета, который был создан в нашей компании в прошлом году. За последние пять лет получены 95 охранных документов на объекты права промышленной собственности. Две трети из них за пределами Белоруссии. Это получено, а подано не менее 100 заявок. Они сейчас мы рассмотрим. С 2019 по 2021 год были израстрены 20 евразийских патентов на изобретение. А в 2020 году впервые получен европейский патент, а в 2021 два китайских. Редактор субтитров А.Семкин